Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова и Марк Коган, заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального духового оркестра. Татьяна Викторовна, Марк Львович, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Уважаемые гости, нас ждет уникальное культурное событие. И вот давайте для начала об истории проекта. Что это такое, Марк Львович? Может быть, вот вы как, так сказать, человек, который держит руку на пульсе вообще всего этого события? Ну, история, как всегда, имеет некие предпосылки, вернее, некую предысторию, которая заключается в том, что вальс на сопках Манжурии, еще до того, как стал темой нашего фестиваля, темой нашей фестиваля, он завоевал безусловную славу, безусловную известность. И даже несмотря на сложности и запреты этого вальса в свое время в советской музыке, он все-таки пробил себе дорогу и завоевал те позиции, которые, в общем-то, завоевал. И в 2013 году мы провели первый фестиваль в связи со 105-й годовщиной Мукденского сражения, когда погибли большое количество 214 Макшанского полка и оркестра этого, и музыканты оркестра. И 105 лет это оказалось таким, что ли, возрастом или такой датой, которая, в общем, подтолкнула нас к тому, что об этом надо говорить. Что-то, на мой взгляд, один из немногих известных плачей о погибших на войне, о том, что эта история является как бы неким примером возвращения к мирной жизни, я бы так сказал. — Действительно, надо отметить, что это изначально... Вот, кстати, слово «плач» вы сейчас очень хорошо сказали. Я подумал о том, что мы впервые, может быть, даже видим, когда одновременно и вальс, и плач. То есть, с одной стороны, это очень красивая музыка, очень, ну, бодрая музыка, а с другой стороны, да, это действительно плач о тех людях, которые шли и понимали, куда они шли и зачем они идут. Это, кстати, уникальное событие, причем это чисто самарский в какой-то степени вальс. — Да, премьера, которая произошла 24 апреля 1908 года в Струковском саду, оркестра под руководством автора Ильи Алексеевича Шатрова исполнил этот вальс, и поначалу вальс не получил особо известный, но буквально в течение двух месяцев вдруг начали появляться его клавиры, и потом появились... — Что такое клавиры, расскажите зрителям. — Ну, фортепианная партия, авторская фортепианная партия, может быть, чуть-чуть подработанная редакторами, был такой замечательный издатель «Оскар Кнаук», который 82 раза издавал эти ноты. И грамм-пластинки тоже получили огромное распространение, был по тем временам фантастический тираж. То есть вальс пошел в народ, что называется. — Ну, я бы его и плачем-то не назвала все-таки, да? Конечно, воспоминания тяжелые, все-таки это музыка о воспоминаниях, о событиях. Ну, уж как-то минорно. Вот спросите меня, пришла бы я так с таким призывом на фестиваль, нет? — Ну, скажем так, это, наверное, с одной стороны, да, это плач о тех людях, которые погибли, а с другой стороны, это, ну, вальс жизни о тех людях, которые остались жить? — Да, это воспоминания. — Это воспоминания? — Художник, музыкант, поэт, он всегда в своих произведениях отражает наиболее такие яркие, актуальные события, которые переживал либо сам лично, либо они происходили где-то в стране рядом. Поэтому все-таки воспоминания и настроение, наверное, более не минорное, потому что для нас он дошел все-таки с большим знаком плюса. — Безусловно, безусловно. Пожалуй, слово «воспоминания» здесь ключевое, потому что потом появился даже вальс Джойса с таким названием «воспоминания». И тема примерно такая. Собственно, это все одного и того же времени войны 1905 года, войны с Японией. И, собственно, и вальсамурские волны, и березка, и все это было в те времена. И примерно один и тот же тон воспоминаний, ностальгии одновременно, ну, по молодости, конечно же. Это все были молодые ребята, молодые мужчины, которым предстояло жить и жить. — Вот вы сказали о том, что на долгий период по политическим причинам вальс был забыт, но вот отрадно, что Самара в итоге заставила всех его вспомнить. То есть так произошло, и это вот любопытная ситуация. Это был муниципальный проект изначально, то есть это был вот такой чисто городской проект, который в итоге стал региональным, а сейчас, насколько я понимаю, это федеральный проект. — Ну, маэстро со мной согласится, что вспомнили мы его не в 2013 году, уже в 43-м году. Знаменитый Козловский его исполнил в 43-м году XX века, действительно. И этому есть исторические подтверждения. Он исполнялся, безусловно, в большой... Ну, одним является иститульных произведений наравне с прощением славянки, я бы вот сказала. Поэтому история, да, сейчас уже самого проекта, она действительно федеральная. Фестиваль сейчас приобрел статус всероссийского. Могу сказать, что вот в эти периоды в конце мая и в июне у наших коллег тоже проходят фестивали. Мы не единственные, кто проводим фестивали духовых оркестров в Российской Федерации. — Коллег в России? — Я имею в виду коллег в России, конечно, знаменитый фестиваль. Амурские волны, да, потрясающий в Хабаровске, потрясающий фестиваль. Да, фестиваль Агабкина и Шатрова у тамбовчан проходит. Поэтому, знаете, здесь вот нельзя сказать, что мы единственная там территория, в которой проходят такие-таки проекты. Но можно смело сказать, что мы входим сейчас уже по количеству участников и по программе в пятерку, ну, лучших таких фестивалей на территории Российской Федерации. Ну и, конечно, Спасскую башню, которая проходит в Москве. Это беспрецедентное событие, международный фестиваль. Действительно, очень мощная, сильная, интересная программа. Проект имел поддержку, достаточно серьезную поддержку. Министерство культуры Российской Федерации реализуется на грант Министерства культуры Российской Федерации при поддержке уже администрации города. Организаторами этого проекта являемся как мы, так и наши коллеги из Духового Оркестра. Партнеры фестиваля очень многообразные. Безусловно, это Российское Духовое Общество, ассоциация исполнителей на духовых инструментах. И Самарское, и Всероссийское объединения. Они будут представлены своими визитами у нас в Самаре. Это и Самарский институт культуры, и Российское военно-историческое общество, и Самарское музыкальное училище, и Союз архитекторов. Вы знаете, очень большое количество партнеров, и Союз композиторов в Самарской области. Действительно, фестиваль интересен многим и по совершенно разным причинам. Потому что программа сама, которая будет представлена 26-27, она будет интересна, мне кажется, абсолютно каждому человеку. Потому что приезжают к нам из 13 городов Российской Федерации, 14 оркестров, в том числе и из самой нашей Самары. География очень большая. Это три субъекта российских, да, три федеральных округа. Ну, всех, наверное, перечислять мы не будем. И Ростов-на-Дону, и Екатеринбург, и Брянск, и Белгород, и Казань, и Пермяки, и Ульяновцы, и Нижегородцы наши, близкие очень друзья, коллеги. Поэтому география действительно очень большая и очень интересная. Приезжают еще и группы Мажорит Спорта, и Батт Верлинга, и Зуфы, и Сургута. Потому что у многих оркестров, в составе оркестров работают и хореографические коллективы. Поэтому само мероприятие очень яркое, очень впечатляет своим масштабом. Потому что в день 1-й, 26-го числа, пройдет шествие духовых оркестров по Лоскому проспекту. Вот, кстати, давайте географию тогда расскажем, вот маршрут, чтобы люди понимали, где они могут его, ну, скажем так, поймать, или где им наиболее удобно его посмотреть, послушать. Потому что шествие предполагает начало, конец, ну и какие-то промежуточные точки. Распект, это от Самара-Миннефтегаза, это Первомайка до Первомайской улицы, Первомайского спуска. И мы идем до бассейна ЦСКА ВВС. Это достаточно такой большой маршрут. Это большой маршрут. И все это с оркестром. Идут оркестры на маршрут. Ну, это я просто вспоминаю сразу по главной улице. Да, совершенно верно, Павел. Ну, по главной улице оркестром в этом году нам не удалось. У нас события тоже в городе приятные. Там проводятся ремонтные работы. Что тоже важно. Тушь, световые опоры. Поэтому Волгский проспект этой ситуации был тоже не случайно. Идем вдоль Волги. Мем памятника основателю нашего города Григорию Сосекину, где и пройдет 26-го числа открытие самого фестиваля. Такое символическое событие. Поэтому дальше пройдут оркестры по Волгскому проспекту. Далее концертные программы духовых оркестров и географии по всем паркам Самарской набережной. Будут все 14 коллективов разъезжаться. В этот же день пройдет в Струковском саду открытие архитектурно-скульптурной композиции, посвященной как раз первому исполнению этого вальса. Появится место музыкантской памяти, то, о котором мы говорили достаточно давно. Но посвящение и такое подношение Илье Шатрову и ему гениальному великому произведению, которое, мы можем точно сказать, имеет достаточно, в том числе и мировую славу. В этот же день еще состоится на склоне на площади славы. Эта площадка концертная будет работать два дня, и 26 и 27 июня. Там пройдут два концерта. 26 июня вечером в 18.00 пройдет концертная программа ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством народного артиста России Виктора Елисеева. 27 числа в программе фестиваля дискуссионно-образовательная программа. Это для образовательного сообщества единомышленников в нашей сфере музыкального образования и искусства. И вечерний галоконцерт. Я думаю, об этом, может, маэстро Коган нам расскажет. Интересно, потому что я знаю только одно, что там будет 500 музыкантов сводной. Да, да, да. Каждый оркестр исполнил примерно 20-25-минутную программу. Причем музыканты отозвались, когда мы их приглашали, говорили, что тема весьма такая вот серьезная, и память бойцов, и в то же время слава боевая. И люди подобрали такую программу, чтобы это соответствовало такому характеру, по крайней мере, из того, что вот мне прислали. И финал, финал концерта обещает быть достаточно серьезным. 500 музыкантов, которые будут исполнять одновременно марш на тему песен о Волге нашего самарского автора Константина Чуйкова, который сам является ведущим концертмейстером Центрального оркетства Министерства обороны. Это наш выпускник, это самарский человек. Он продирижирует его. Затем будет исполнен вальс на сопках Манчжурии вот этим многоголосым медным хором, оркестром. И замечательный марш Семена Чернецкого «Слава Родине», где идет цитата из хор «Слався» из оперы «Иван Сусанин». И я думаю, что музыканты будут петь и играть. По крайней мере, на мое предложение отозвались все, и все учат текст. То есть часть музыкантов будет компонировать, а часть музыкантов будет петь два первых куплета из этого хора. По опыту знаю, что это трудно осуществить, еще труднее слушать, потому что подъем идет такой. Музыка, обстановка, оркестры. Ой, ну, думаю, что все так и будет. Энергетика будет биться. Да, да, да. Ну, потому что ощущение нашего гостеприимного края, нашего замечательного города. Живая музыка. Живая музыка. Да, классические произведения, современные интерпретации, аранжировки. Ну, ощущение зрителей, ожидание самих музыкантов, их желание работать и дарить нам праздник. Вот все вместе в целом, конечно, дает большой очень энергетический эффект вот этого, я не знаю, в прошлом году исполняли в Сопке-Манчжурии и, прощение, славянки 300 музыкантов. Это уже слышалось, это уже слышалось. В 2019-м. В 2019-м, да, да, прошу прощения, в 2019-м. Ну, не случайно вот Марк Леонидович об этом сказал, что, безусловно, все мероприятия в обязательном порядке будут происходить при соблюдении всех мер ограничений, максимальном соблюдении условий безопасности. В целом, учитывая еще действующий режим ограничений, и, конечно, как всегда, с обращением и пониманием отнесись всем гостям этого фестиваля и горожанам к этим исключительным мерам, которые принимаются при проведении сейчас такого рода проектов. Уважаемые гости, предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Очень интересно. Памяти павшим в Мукденском сражении. 114 лет назад здесь, в тени Струковского сада, впервые прозвучал вальс в исполнении духового оркестра 214-го Макшанского полка. На сопках Маньчжурии теперь так называется ежегодный фестиваль духовых оркестров на Волжском берегу. Самарские музыканты готовятся к новому сезону, который после пандемийного застоя обещает быть грандиознее, чем прежде. Подготовка идет на высокой ноте. На средства городского бюджета приобрели партию профессиональных инструментов. Это и саксофоны, и баритон, бас, ритм-гитара, бонго. Артем Токарев в труппе почти три года. Делится новая флейта все равно, что скоростной болид после простого добротного авто. Получил инструмент недели две назад. Это замечательный профессиональный инструмент. Оркестр, я думаю, будет звучать намного... У нас и так музыканты все, ребята профессиональные, очень крутые. Но еще плюс новыми инструментами это просто будет бомба, я думаю. Во время перерыва к нам присоединилась Ольга Наумова, доктор культурологии, ректор Самарского государственного института культуры. Ольга Сергеевна, добрый вечер и спасибо, что пришли. Уважаемые гости, сколько будет участников? Вот важнейший вопрос, потому что на самом деле мероприятие масштабное. Около тысячи человек в целом. Около тысячи человек. Это если посмотреть духовые оркестры взрослые, детские духовые еще оркестры, мы об этом сейчас как раз Ольге Сергеевне и расскажем. И наши гости, в целом около тысячи человек, будут участвовать в самом фестивале. Но если говорить, мы рассказали о программе, которую представляют духовые оркестры, взрослые духовые оркестры, то дискуссионно-образовательная программа, которую мы подготовили вместе с Институтом культуры, она уже сориентирована прежде всего на вопросы обучения и образование юных музыкантов, которые выбирают для себя будущую специализацию, духовой или ударный инструмент. У нас будет участвовать в детской программе в парке Гагарина 27 июня 8 духовых оркестров, да, пока немного. С учетом летнего периода в Волжский район к нам приедет, в село Александровское к нам приедет, в Красноярский район, в Самарские оркестры. Юные музыканты тоже поделятся своим творчеством. Ну и образовательная программа, дискуссионная программа пройдет уже на базе нашего Института культуры. За что мы очень благодарим Ольгу Сергеевну, ее замечательный коллектив, что они поддерживают и развивают наши традиции. А вот чему будут учить, что будут рассказывать молодым музыкантам? Потому что это ведь настолько приедет, но на самом деле элита вот духовой музыки, если я правильно понимаю. Приглашенные педагоги, безусловно. Два приглашенных педагога из Москвы. Это Балин и Лебусов. Педагог один из Гнесинки. И второй один из, сейчас так называют, военный дирижер нового поколения. Естественно, они поделятся своим мастерством. Именно процесс обучения, дирижирования детскими духовыми оркестрами. Я думаю, что еще пройдет речь про перспективные педагогические технологии. Конечно. Но это тоже никак, потому что все-таки работать с юными духовиками, будущими артистами духовых оркестров, это, в общем-то, сложная задача, над которыми работают наши коллеги из Гнесинки, равно как и мы в нашем институте культуры, на протяжении уже полувека. Здесь есть еще важный момент, какой, как мне кажется, это, ну, скажем так, реклама вот этого искусства, вот искусства духовой музыки. Потому что, ну, не секрет, что сейчас мир меняется, меняется там, в какую сторону, не будем обсуждать. И вот хотелось бы, чтобы талантливые люди, они не забывали, талантливые дети, что есть духовые оркестры, есть духовые инструменты, и это, на самом деле, очень красиво, когда вот эта живая музыка в парке играет, ну, наверное, это ничто не занято. Я бы, наверное, больше говорила о популяризации, нежели о рекламе. А популяризация? Ну, это есть популяризация. О пропаганде популяризации, да. Да, и, конечно же, здесь очень важна ранняя профориентация, без этого тоже никуда. И благодаря вот таким мероприятиям, замечательным, которые у нас проводятся в Самаре, в том числе, часть, да, этого мероприятия проводятся на нашей площадке в молодежном комплексе «Дирижабль». Вот будем принимать образовательную программу. В общем-то, я думаю, что это очень хороший стимул для того, чтобы и наши педагоги, которые сегодня работают уже с другими детьми, взрослыми детьми, со студентами, нашли новые контакты. И все-таки мы выработали какой-то системный подход к тому, как нам еще лучше вместе поработать для того, чтобы искусство духовое, да, стало очень популярным и все-таки вернулось в том количестве, которое когда-то было в музыкальной школе и, конечно же, в ВОЗ. Могу добавить, что из артистов самого духового оркестра 26 человек – это выпускники Института культуры. Ну, сейчас служат вот артистами духового оркестра именно выпускники нашего Института культуры. Вы знаете, все складывается как нельзя хорошо в нашей ситуации, потому что 25 марта президент Российской Федерации встречался с молодыми деятелями культуры и искусства, обсуждалось очень много интересных достаточно вопросов. И в протоколе уже поручений, которые мы получили в конце мая, есть поручение Министерству культуры Российской Федерации обратить особое внимание и проработать ряд мероприятий, связанных с поддержкой и оснащением детских духовых оркестров, которые базируются на базе школ искусств. Это одна из тех совместных направлений деятельности, которые мы будем реализовывать с Институтом культуры. Ну, да. Я бы здесь тоже хотела добавить, что, конечно, в последние годы беспрецедентные меры поддержки от нашего Министерства культуры Российской Федерации детские школы искусств оснащаются духовыми инструментами. И действительно не может не радовать. И тут как раз те меры популяризации, да, и привития интереса к этому виду искусства со стороны государства принимаются очень большие. Но я просто хотела бы еще отметить, что в Самарском институте культуры действует музыкальная школа, школа искусств. И тоже в этом году мы набираем в том числе и юных духовиков, всех желающих ждем на эти направления. Вот сейчас с директором школы искусств обсуждаем такую изюминку нашей школы, как ее поменять, сделать особенной. Возможно, это будет какая-то мультиинструментальная история, когда человек, юный музыкант, поступивший учиться на фортепиано, на следующий год вдруг осваивает духовые инструменты, в том числе на следующий год струнные. И мне кажется, это будет очень такой любопытный опыт, в том числе тоже как мера популяризации. Ну, как минимум полезной для детей. Да, конечно. Но, в Сольке Сергеевне всегда очень интересно обмениваться мнениями, планами на будущее. Ведь музыкант, который овладел этими знаниями, исполнений на любом духовом либо ударном инструменте, это не обязательно прямая дорога в симфонический оркестр, либо в духовой оркестр филармонии, либо просто в духовой оркестр. Мы с ней наблюдаем уже на протяжении большого количества лет саморганизацию ребят, которые учатся в институте культуры, в училище или культуры, либо просто сама, либо выпускники школ. Мы их очень видим много на концертных открытых площадках города. И таких коллективов в нашем городе достаточно. Выбирают совершенно разные направления, как и классическую музыку, так и поп-джаз, так и джаз классический. Поэтому, на самом деле, они получают универсальные, на мой взгляд, образования в этом плане, могут найти свое применение. Дискутировать на эту тему мы можем действительно бесконечно. Это очень долгая тема. Кстати, если говорить о развитии вот этого искусства, духовой музыки, запланирован еще круглый стол. Название буквально звучит. Возрождает традиция, актуальный вопрос развития духовых оркестров в Российской Федерации. Что это будет? Здесь объединяются не только вот уже наши общие с Ольгой Сергеевной команды, Институт культуры. Здесь предмет обсуждения, возглавит это вообще обсуждение руководитель российского духового общества Михаил Брызгалов. То есть он тоже приезжает сюда? Безусловно, безусловно. Он и патронирует все такие проекты, горячо поддерживал наш проект. Как раз он и будет возглавлять эту дискуссию. То, что вы действительно сейчас говорите о рекламе, пропаганда. В хорошем смысле слова, кстати. Насколько это интересно, какие вообще тенденции к изменению, аранжировке, формировании репертуара, импровизации. На самом деле вы действительно справедливо заметили, и мы это видим постоянно, что все кажется, что это закостенелое такое большое мемориальное. А на самом деле, если посмотреть на репертуарную политику духовых оркестров, она очень многогранна, равно как и военных оркестров в репертуаре, их очень произведений в целом мировой музыкальной культуры. Как и произведений и хоровых, так и произведений, сольные произведения, инструментальные произведения. Поэтому, куда идем, куда движемся, обмен все-таки приезжают крупные, серьезные духовые оркестры Российской Федерации. Руководители весьма заслуженные, уважаемые люди. Болеющие за отраслью, так сказать, за свое дело. Они на самом деле ни за что не болеют. Они являются просто профессионалами своего дела. Они требовательны к своей работе. Они действительно патриоты каждой своего края и своей страны. И ведь миссия-то у нас общая одна. Это просвещение прежде всего. И сохранение наших традиций. Да, с поправками, и мы неоднократно это обсуждаем, с каким-то новым видением, новым взглядом. Я очень много позитивных тенденций с удовольствием всегда смотрю, как Камад Ольге Сергеевне на многие вещи совершенно смотрит под другим углом. Спасибо, Татьяна Викторовна. Мы стараемся. На самом деле это очень важно, потому что у нас сейчас шесть детских духовых оркестров в городском округе. Шесть уже? Да, уже. Хотелось бы, чтобы из 24 школ было бы, конечно, побольше духовых оркестров. А именно такого формата мероприятия мы даже отмечали вот эту тенденцию. Несколько лет подряд мы уже проводили фестивали детских духовых оркестров. Количество ребят, которые поступают в профессиональные учебные заведения, значительно возрастает. Вопрос музыкального образования в целом, оно требует внимания, дисциплины, особого усердия. Это и вклад и педагога, и самой семьи родителей, которые выбирают для него это направление. Они выбирают, вероятно, вместе семья выбирают, конечно. Это и терпение со стороны, действительно, со стороны самого ребенка. Ну а фестивали такого уровня, когда мы показываем высокий уровень исполнительской культуры в целом, высокий уровень образования и понимания, что мы делаем для этого, и интерес – это интерес. Уважаемые гости, вот программа постепенно подходит к концу. Если вернуться опять к программе фестиваля, очень важный момент. У нас здесь будут лучшие исполнители в течение двух дней. Во сколько начало и во сколько это завершается, и где можно это посмотреть? То есть, я так понимаю, все парки Самары, городского округа Самары принимают. Да, да. И, ну, грубо говоря, если ты пришел погулять, к скольке вот целесообразно прийти, чтобы погулять и заодно послушать хорошую музыку, вот увидеть это все? – Преимущественное количество всех вечерних программ будет начинаться во второй половине дня, конечно, ближе к вечеру, с 19-20 часов на территории парков. Нашествие оркестров по Волжскому проспекту – это диапазон где-то с половины первого до часа, это только начало. Оркестры будут идти в течение достаточно длительного времени. Вот, вечерняя программа на склоне на площади Славы 26-го начнется в 18.00, а 27-го – большой галоконцерт, о котором мы разговаривали с маэстро Коганом, где соберутся 500 музыкантов, 500 музыкантов одномоментно, да, это действительно очень интересное событие. Это уже начнется в 17.00, потому что концертов много, и у каждого своя программа достаточно интересная. Но программы будут опубликованы на всех новостных порталах. В ближайшее время мы подробную программу фестиваля, равно как и профессиональную программу, образовательную для всех желающих принять участие в дискуссии, особенно в образовательной программе. Я думаю, Ольга Сергеевна, для всех заинтересованных лиц мы также осветим. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Мы с вами обязательно увидимся на этом фестивале, потому что, ну, нельзя такое событие на самом деле пропустить. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова и Ольга Наумова, доктор культурологии, ректор Самарского государственного института культуры. Фестиваль стартует 26 июня. Приходите, будет интересно. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова